МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 17 декабря 2004 года в Шуши Армянский национальный совет Западной Армении, выразив единую волю депортированного армянства, осознав свою ответственность за судьбу армянского народа, приверженного осуществлению стремлений всех армян и восстановлению исторической справедливости, основывая всеобщие принципы Декларации прав человека и стандарты, принятые международным правом в целом, применив право народов на самоопределение, заявляет о создании начавшегося процесса реабилитации и нации, основанного на справедливости и демократии. 13-я заключительная статья Декларации гласит. Данная Декларация служит основой для разработки Конституции Западной Армении и до ее принятия служит основой для введения закона и внесения дополнений в действующую Конституцию, деятельности и национальных властей и разработки нового законодательства. 9 мая 2016 года Республика Западная Армения приняла Конституцию. Государство Армения с полным содержанием Декларации можно ознакомиться на нашем сайте Western Armenia TV. Сыны Западной Армении Андроник Манукян Поздный вечер, 26 сентября, подполковник Андроник Манукян поговорил с сыновьями. В тот день в комнате сыновей отец находился дольше обычного, сказав перед сном жене Анне «пойду, посижу с детьми». За день до этого в воинской части была объявлена тревога. Подполковник понял, что ситуация на границе напряженная. На рассвете 27 сентября в воинской части вновь была объявлена тревога. Подполковник Манукян поспешно направился в воинскую часть. Андроник был из Сталина, корнями из мужа. Андроник окончил военный университет имени Вазгена Саркисяна, поступив на службу в Гатрут. В 2010 году перевелся на службу в Ереван. В конце 2018 года после службы в воинской части был переведен миротворческие силы. Во время 44-дневной войны Андроник находился в Ехникнер, участвуя в боях. Затем по приказу командира армии обороны Джалала Арутюняна был переведен Джаракан, там оказался в засаде. Андроник и 40 воинов чудом вышли из окружения, пешком добравшись до Гатрута, рассказывает жена. Последний бой подполковника Манукяна был 21 октября на участке Драхтык-Сахнах. На следующий день, 22 октября, семья узнала о случившемся. Жена рассказывает, что у нее было плохое предчувствие. Когда вечером стали приходить люди, стало ясно, что что-то произошло. В этот день имя Андроника Манукяна появилось в питьке погибших. После боевые товарищи рассказали следующее. Андроника никто не видел погибшим, возможно, он спасся. Надежду угасло 24 ноября, когда привезли тело подполковника. За Союзом Сосунцев последовал созданный под председательством Дерсимца Меграна Паркича Гюльтекина Союз Армян Дерсима. Организация получила широкий резонанс. В СМИ армяне Дерсима считают приоритетным вопрос хранения историко-культурного наследия. Однако смело заявляют, что Союз включает в себя проживающих на территории Дерсима, принудительно сменивших веру армян, став Оливий. Следует подчеркнуть, среди армян Дерсима довольно часто встречаются случаи возвращения или признания реальной армянской идентичности, обсуждение чего находит место в турецкой и зарубежной прессе. Отметим, земляческие союзы, состоящие из армян-христиан, также активно интересуются проблемой принудительно исламизированных армян. Союз Армян Малатии недавно заявил, наряду с другими мероприятиями планируется провести разностороннюю работу касательно сменивших веру армян. В МИД Республики Арцах отреагировали на распространенную азербайджанской службой BBC информацию о том, что власти Арцаха склонны дать согласие на открытие дороги Акан, также что встреча сторон по этому вопросу состоится в ближайшие дни в Барте. Хотела бы подчеркнуть, что арцахская сторона всегда выступала с позиции всеобремлюющего регулирования конфликта Баку-Арцах мирным путем, путем переговоров. При этом подобные переговоры должны проходить в рамках согласованного сторонами международного формата, что позволит гарантировать их проведение в соответствии с нормами и требованиями международного права. Арцахская сторона неоднократно передавала предложения о встречах через посредников, однако Баку отвергал их. Добавим, что любая встреча на территории Баку, особенно без присутствия международных посредников, содержит достаточно большие риски, учитывая факт недавнего похищения находившегося под мандатом Международного комитета Красного Креста Вагифа Хачатряна, к тому же присутствие российских миротворцев. Что касается возможного открытия дороги через Акан, эту тему уже прокомментировала пресс-секретарь президента Арцаха. Общество Красного Полумесяца Баку нарушает основополагающие принципы международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца, нарушает принцип нейтралитета, вмешивается в политический процесс, озвучивая позицию своего правительства, то есть держать закрытым Бердзорскую дорогу, в том числе путем предложения так называемых альтернативных маршрутов. Участие Красного Полумесяца Баку в политических процессах противоречит основополагающим принципам международного движения Красного Креста. Последняя не имеет мандата делать политические заявления и служить политической повестке дня. Это является грубым нарушением и не соответствует принципам и ценностям движения, а также гуманитарной повестке дня. В настоящее время Баку, используя общество красного полумесяца, пытается воспрепятствовать деятельности Международного комитета Красного Креста как единственной международной коммунитарной организации в Арцахе. Похищение Вагифа Хачатряна на блокпосту по пути в Армению в сопровождении представителей Международного комитета Красного Креста яркое тому подвиждение. Вагиф Хачатрян был похищен, когда находился под защитой Международного гуманитарного права. Маленькое село Модегам Ахалкалагского муниципалитета опустошается. Плохая дорога, отсутствие газа, магазинов и многое другое пробуждает молодежь покинуть село. Старшее поколение потеряло надежду на улучшение ситуации. В селе Модегам живут 32 семьи, в основном пожилые. Из них 2-3 семьи молодые. В селе не помнят, когда в последний раз праздновали свадьбу. Сельская школа 8-летняя, имеет всего 5 учеников и 8 учителей. Зимой дорогу часто заносит снегом, жители к этому как-то привыкли. Жители села мечтают о природном газе. По словам представителя мэра Гарика Чахаляна, если бы в селе был природный газ, то, возможно, миграция бы уменьшилась. Маленькое отдаленное село, находящееся в северной части муниципалитета, опустошается. Жители покидают свои дома, так как желают иметь элементарные условия для жизни. Как сообщает Айсур АМ, на чемпионате Европы среди юниоров по боксу у Армении 6 финалистов. Чемпион Европы Аммест Африкян завоевала серебро в весовой категории до 46 кг, победив представительницу Болгарии Роберту Гаджийскую и будет бороться за золото. Еще одна представительница Армении Анаит Арутюням в весовой категории 48 кг победила Мархоль Тиару Анастасию и вышла в финал. Раннюю путевку в финал завоевала Лианна Жамхарян в весовой категории 46 кг. В борьбе юношей у нас также есть финалисты. В весовой категории до 50 кг путевку в финал завоевал Карен Захарян, одержавший победу на молдавским спортсменом Андре Тимовсковым. В весовой категории до 54 кг Арсен Дарпинян оказался сильнее украинца Хлея Бахарашевского. В весовой категории до 80 кг вышел Горячий Хачатрян в победе Венгра Алекса Домяна. Остальные семь боксеров завоевали бронзовую медаль. В завершении новостей послушаем песню Ашука Сшаэнна в исполнении Мани Григориан. Субтитры создавал DimaTorzok Такими были новости на сегодня. Всем мира и добра! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok